Неприятные сюрпризы погоды продолжаются. Более всего сейчас от них страдают жители Акцюбинской области. Улицы и трассы там сковало льдом. За последние несколько дней в больницы с различными травмами обратились более 400 человек. Если избежать падения невозможно, то как сделать это безопасно, научат наши корреспонденты. Акцюбинцы поневоле осваивают азы фигурного катания. Сложнее всего девушкам. И красивыми хочется быть, и переломов избежать. Но в нынешних реалиях это почти невозможно, говорят врачи. Главное – твердо стоять на ногах. Перелом лучатибичного места. То есть человек идет, идет, падает и рефлекторно упирается рукой. И получается так называемый перелом лучатибичного места. На втором месте идет переломы голеностопного сустава. Потому что подворачивается стопа, ломаются лодыжки, вывихивается стопа. На третьем месте перелом шейки бедра. Перелом шейки бедра наиболее тяжелый из этих травм. Чаще всего случается с пожилыми женщинами, страдающими остеопорозом. Лечение очень сложное и длительное. А в Актубе только за один день гололеда этот диагноз поставили шести пациентам. Раз уж власти не могут справиться с этим явлением, горожанам стоит научиться безопасно падать. Лучше всего этим необычным искусством владеют спортсмены. Особенно практикующие восточные единоборства. Тренер подзюдох Айра Джапарбека все же советует не падать и передвигаться по льду мелкими шагами, наступая на всю ступню. Руки нужно держать слегка расставленными. Это помогает держать равновесие. Лучше если падения не избежать, то приземляясь, лучше перекатиться на другой бок, чтобы рассеять силу удара о землю. Ой, бабушка, так не спустя. Если же падаешь ничком, необходимо сгруппироваться так, как будто собираешься отжаться. В любом случае голова должна приподнять чуть-чуть, если возможно, освободнее держать тело, чтобы не напрягаться. Если не напрягается, то в случае этого у вас страховка, падение у вас неправильно получится. Но от гололеда страдают не только пешеходы. Но терпелись в эти дни и водители. Трассы республиканского значения были скованы льдом. Сегодня их открыли. Однако метеорологи расслабляться не советуют. К нам со стороны России идет новый циклон. Так что в следующие несколько дней после потепления в северных регионах ожидаются морозы, снегопады и метели. На юге пока будет тепло и сыро. Дождь, переходящий в снег, туманы и ветер. А потом тоже ударят заморозки. И тогда искусство правильно падать станет очень актуальным и для южан.